всем привет с вами авто мпс и сегодня у меня один из самых продаваемых премиальных кроссоверов на рынке это lexus nx и у меня он в самом дорогом исполнении это гибридная версия 300 об этом говорит синенькая блемка и соответствующая начинка снаружи в первую очередь это очень красивый автомобиль видно что дизайнеры над ним очень поработали технически это как бы toyota rav4 но выглядит он совершенно иначе диодные пары диодная подсветка каждую детальку в отдельности хочется потрогать красивый радиаторная решетка красивые фары подсветка очень эффектные зеркала просто вот как образец дизайнерского искусства то же самое можно сказать про красивые дверные ручки с подсветкой эффектную отделку оконной линии причем тут вот каждая каждая линия очень хороша и конечно задние фонари выполнены из пластика разных цветов вот просто красивые автомобили я прекрасно понимаю людей которые не обращая никакого внимания на техническую начинку покупая даже самые простые nx и например nx 200 даже можно передним приводом простенький атмосферный моторчик вариатор вот просто за внешний вид это купить очень легко и я таких людей понимаю а вот выбрать lexus за объем багажника очень непросто у toyota rav4 почти 600 литров при том что автомобиль таких же габаритов у lexus заявлено чуть меньше 500 да и в них верится с большим трудом высота у багажника ну неприлично маленькая здесь под полом тоже небольшая ниша под ним всего лишь докатка там в глубине есть такой очень интересный формы тайничок так что если нужно будет что-то перевести а я думаю что у владельца премиального автомобиля найдется что-нибудь интересное что нужно перевести чтобы никто не нашел в этом автомобиле есть такая коморка как и впереди задние двери также прикрывают пороги поэтому садясь в салон не испачкаешься это здорово место для ног как и в rav4 как и полагается среднеразмерному кроссоверу много то есть и для взрослых и для детей приятная отделочка красивая стеклянная крыша подлокотник а угол наклона спинки регулируется с помощью электропривода которая расположена вот здесь слева можно так откинуться но тогда крыша ляжет на голову ну на грани скажем так то есть люди среднего роста будут упираться если взять версию попроще без спеклянной крыши то потолок поднимется на пару-тройку сантиметров и будет чуть удобнее а мы поехали самое интересное место в lexus nx разумеется спереди тем более учитывая что это гибридный автомобиль и у него очень хитрая силовая установка я нажимаю кнопку power все готов к тому чтобы ехать руль приехал кресло тоже могло бы отъезжать и проезжать я выключил от опции а и все и в салоне тишина печка заработала я включаю драйв и абсолютно бесшумно как на на трамвае двигатель сейчас разумеется скоро запустится потому что если бы я запустил холодный автомобиль после ночной стоянки то мотор заводится и несколько минут работы просто того чтобы прийти в рабочее состояние и для того чтобы нагреть салон отапливать салон исключительно от тепла двигателя но так как мотор не связан с трассмиссии нагревается он очень быстро у меня два электромотора один спереди через сложный планетарный редуктор и вариатор они связаны с двигателем и с колесами достаточно сложная система а второй электромотор установлен на задней оси и он приводит во вращение задние колеса никакого кардана никакой жесткой связи между осями нет только исключительно по проводам мощность переднего электромотора 143 лошадиные силы 100 с небольшим киловатт мощность заднего электромотора 68 лошадиных сил то есть в сумме это чуть-чуть за 200 лошадок бензиновый мотор у меня достаточно скромный 2,5 литра 155 лошадиных сил японцы сознательно не форсируют моторы которые устанавливают на гибриды для того чтобы добиться от них максимальной эффективности к тому же мотор работает по циклу аткинсона и потребляет немного меньше топлива чем потреблял бы обычный двигатель объем 2,5 литра ну поэтому мощность у него поменьше у камри с мотором 2,5 литра 180 с лишним лошадок здесь 155 и в документах на автомобиле у меня записано всего 155 лошадиных сил так что транспортный налог будет сравнительно небольшой кажется отлично 200 лошадиных сил электрической мощности 155 бензиновый где мои 350 лошадей обойдетесь суммарная мощность всей гибридной силовой установки всего лишь 197 лошадок то есть два электромотора в сумме дает мне прибавку всего лишь в 42 лошадки и честно говоря это ощутимо и вот сейчас я покажу как это выглядит передо мной достаточно крутая горка у меня нет надежд что nx сможет на нее заехать но я хочу кое-что продемонстрировать легкий разбор все я останавливаю автомобиль он сначала поехал по инерции потом откатился назад наверное если разогнаться побыстрее то можно было бы заехать но моя цель сейчас вам просто продемонстрировать одну из особенностей гибридного лексуса меня напомню полноприводный автомобиль и сзади 68 лошадиных сил на моторе плюс огромная мощность спереди я стою на подъеме автомобиль зафиксирован сюда тоже можно было бы заехать на девяточки но нужен хороший прокачанный водитель такой который умеет писать комментарии на ютюбе такого увы нет и вот у меня педаль газа утоплена в пол автомобиль откатывается назад еще одна попытка вот у меня буксуют передние колеса задние стоят на месте и правое и левое то есть то какой nx-кроссовер я думаю что вы уже поняли главный плюс гибридной силовой установки в том что при любом замедлении кинетической энергии автомобиля расходуется не на нагрев тормозов как обычно а она собирается с помощью электромоторов которые переходят при режим генератора и загоняется обратно в батарейку батарейка расположена под задними сиденьями мощность у нее правда совсем совсем не велика всего 1,6 киловатт часа то есть по сравнению с электромобилями это смехотворный объем и ее хватает но в лучшем случае километра на два автономного движения дальше lexus задействует бензиновый двигатель и большую часть времени пока педаль газа хотя бы чуть-чуть нажата lexus едет как бензиновый автомобиль главная задача его собирать эту электроэнергию и по мере необходимости потом расходовать помогая бензиновым мотором разгонять автомобиль в итоге суммарная масса получается почти две тонны совсем немало для не столь крупного автомобиля и соответственно получается некий проигрыш по сравнению с обычными легковыми автомобилями именно в силу массы но масса это расположена низко и это должно улучшать это должно снижать центр тяжести таким образом улучшать управляемость я нажимаю на педаль газа посильнее посильнее пол и честно говоря динамика не впечатляет от 200 сильного автомобиля ждешь чуть-чуть большего и это при том что сейчас у меня была заряженная батарея которая мне помогала при разгоне а дай пару-тройку резких стартов и батарея высадится и при четвертом старте батарея зарядиться не успеет и соответственно дальше уже меня будет разгонять один единственный бензиновый мотор 155 лошадиных сил да еще и он будет разгонять не только меня и автомобиль он будет разгонять еще пару электромоторов батарею ну и так далее и так далее зато nx может удивить расходом топлива сейчас у меня бортовой компьютер показывает 7 литров но это после съемки пока мы долго крутились на одном месте в городе абсолютно реальный показатель 6 6,5 литров гибрид ну наверное это его суть я не могу от этого отделаться я постоянно постоянно смотрю по приборам переключаясь между разными показаниями расхода топлива движение энергии туда и сюда слежу за показаниями прибора который расположился на месте тахометра и показывает мне мощность которая настоящий момент либо расходуется либо напротив рекуперируется тут нет абсолютно цифр но есть шкала в плюс и есть шкала в минус ну либо наоборот смотря в какую сторону считать честно говоря смысл вообще этой гибридные установки он если есть то скорее такой сугубо философский потому что с денежной точки зрения дизельный кроссовер такого же размера с похожими динамическими характеристиками потреблять будет но наверное примерно столько же а если говорить про nx то мой выбор это самая мощная бензиновая версия nx 200t с мотором 238 лошадиных сил с очень хорошей тягой с достаточной мощностью приятный автомобиль с расходом ну литров 10 может быть 12 но зато с честной мощностью и с такой же качественность такой же приятный отделки кстати что касается самой отделки то она но такая двоякая выглядит очень красиво но стоит дотронуться до всех этих отделочных материалов и уже как-то ощущение качества немного улетучивается кожа на сиденьях превосходно есть вентиляция вот сама кожа очень хороша но как и написано мелкими буквами внизу под пресс-листом натуральной кожи отделаны только лицевые поверхности сидений все боковинки вставки центральная консоль обшит кожзаменителем его качество вы совсем средненькая на белом на белом кожзаме остаются пятнышки вот тут то что возле водителя это просто жесткий пластик перед пассажиром мягко перед водителем жестко здесь резина по которой проложена настоящая строчка очень красивые деревянные вставочки но красота только для глаз да здесь очень хороший звук здесь аудиосистема марк левинсон звучит потрясающе но экранчик имеет такой угол наклона что в пасмурную погоду его видно солнечную нет он бликует и разглядеть там что даже на максимальной яркости практически невозможно а кроме того управляется экранчик тачпэдом есть под рукой вроде бы он находится на своем месте но каждый раз при каждом движении он словно бьет вас током и если настроить музыку еще можно вспомогательными клавишами на центральной консоли то например вбить адрес в навигацию просто невозможно вы раньше попадете в аварию чем сможете что-то бить в навигацию часть кнопок вынесена вот сюда слева от руля и там же расположена кнопка включения системы кругового обзора опять-таки на ходу веба здесь есть клавиши подогрева сидений здесь есть блок климат-контроля но подогрев руля почему-то спрятан слева я честно говоря даже нашел его не не в первый день знакомства с автомобилем здесь центральном подлокотнике есть панель для беспроводной зарядки телефона жаль только компания apple до сих пор для себя беспроводную зарядку телефонов не открыл только либо через чехольчик либо через китайский смартфон и то и другое мне кажется не совсем достойно владеется лексусом ну и пожалуй наверное самая главная проблема nx то что меня в нем больше всего раздражает это даже не работать гибридом он достаточно тихий все хорошо мне не очень нравится шумоизоляции но даже с ней наверное можно как-то согласиться к тому же мы привыкли что мать и свои японские автомобили равно шумные автомобили в первую очередь лексус раздражает неожиданной жесткостью японцы говорят что по сравнению с rav4 они доработали кузов и сам кузов стал жестче хорошо про подвеску они ничего не говорят но едет nx ну очень жестко лежачий полицейский 30 километров в час с вами был блог авто мпс подписывайтесь на наш канал